Дорогие друзья, давайте сегодня поговорим еще об одной интересной теме. Я наблюдаю часто за людьми, которые ездят в Израиль, в Иерусалим, особенно на старый Шук, на тот базар, который расположен на старом городе. Там много лавок, витрин много, много производств хануки, еще атрибутики еврейская, религиозная, какой-либо, знаете, вот и многие люди покупают. Я знаю, что люди покупают светильники, как бы напоминают себе об Израиле, и это символ Иерусалима особенно, и, как бы, такой принадлежности любовь к Израилю. Я подумал, вот какая разница между вот такой минора, символом любви к Израилю, с другим признаком, как светильники, да, вот гореть светильником. Я понял, что есть вещи, которые показывают нашу религиозность, но сердце наше не там. Не имеется в виду, что оно прилепилось к хануке. Оно, может быть, прилепилось к самому символу некой надежды восстановления Израиля, некоторой благодати, желания, может быть, чтобы восстановился храм, чтобы светильник в храме минора зажглась. То та надежда исторического наследия, может быть, одно и так. Но сзади меня горит мой камин. Этот камин зажег я сам сегодня утром. Вдруг меня осенило. Без работы над камином, чтобы мне было тепло и уютно, не будет того эффекта, который я ожидаю. Если его не зажечь, если не приложить усилия для того, чтобы создать это место тепла, место расположения, место того, где горит огонь, ничего не произойдет. У нас может быть вот такая мертвая ханукия. Почему говорю мертвая? Потому что на ней нет огня. И в это время, во время хануки, я хочу, чтобы вы поняли одну простую вещь. Религия сама по себе, она мертва. Если человек не верит в Бога, если у него нет личных отношений со Всевышним, если он не исследует Писание, которое говорит об Ешуа, все Писание Бога вдохновенно, оно показано, показывает Ешуа. Если не верить в того посланного Мессию для нас, и кем мы не живем, тогда для нас любая атрибутика будет просто символом религиозной принадлежности. Давайте мы не будем мертвой минорой, но будем минорой, которая горит. Пускай Руа Кахадеш, Дух Святой, зажжет вашу минору, как священник, который приносил на жертвенник дрова постоянно. Жертвенник должен был гореть. И как камин, который я зажег, он должен гореть, чтобы приносить пользу в этом доме для меня лично, чтобы я чувствовал себя хорошо, чтобы в нашей жизни также было это желание зажигать себя, прилагать усилия, прилагающиеся усилия восхищает царство. Я хочу засчитать его послание к римлянам, 12 глава, где говорит, «Любовь да будет мне притворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру». Вот добро – это то, что делает нашу жизнь яркую, горящую. У добра этого всегда хочется погреться, всегда хочется получить то, что Бог приготовил для нас. Будьте братолюбивы друг к другу, с нежностью, в почтении друг друга предупреждайте, утешайтесь надеждою. Надежда в Господе, нашими шуми, утешайтесь в ней. Получайте удовольствие, чтобы Бог дал нам надежду, что не всегда так будет, как у вас сейчас жизнь проходит. Все изменится. И дальше говорится, в молитве постоянны, в нуждах святых всегда участвуйте, но в самый главный стих, 11 стих, «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Вы хотите понять, как служить Господу? «Пламенейте, пламенейте духом, не будьте религией, не будьте минорой, которая показывает себе, что вы принадлежность к Израилю. Будьте активными в ваших общинах, в ваших церквях, будьте огнем, который зажигается Духом Святым, тем шамашем, который Бог нам дал, чтобы быть смиренными. И самое главное, что утешайтесь и Господу служите». Написано, что мы служим Господу. Все, что мы не делаем, словом или делом, делайте как для Господа. Поэтому рассуждайте над этим, над тем, что у нас есть праздники, и минора должна быть заполненной. Пусть это будет вам прообразом не религиозной деятельности, а жизни в Боге нашем. Субтитры подогнал «Симон»